Течет ручей, бежит ручей. Ладно, если бы он был ничей, но это водопроводная вода, которая должна идти по трубам в квартиры жителей Саранска. А она льется самотеком по двору 23-го дома на Льва Толстого и идет дальше. Гаражам и многоэтажкам на Полежаевой проспекте Ленина. Вода прорвалась вот под этими гаражами. Там, как водоканал говорит, они построены на водоводе. То есть лопнула труба под гаражами и ничего не знает, что с ней сделать. Вода водопроводная идет. Она затопила наш двор, приближается к лифтовой шахте. Это очень опасно. Как городские чиновники вообще разрешили построить гаражи на водопроводе, но это дела давно минувших лет и крайнего уже не найти. А тем временем в чистом благоустроенном дворе образовалось целое болото. Когда оно стало приближаться к 23-му дому и затапливать детскую площадку, жильцы прокопали дренаж, чтобы вода текла мимо. И все ждут, когда коммунальщики наконец устранят протечку. Отправили уже несколько обращений в Саранск-Горводоканал. Регулярно звонят на горячую линию. Безрезультатно. Вода льется уже месяц. И она уже начала заливать детские площадки. И нам, как жильцам, ничего не осталось, как сделать собственноручно. Купить трубы, прокопать дренаж, чтобы наши дети могли играть на этой площадке в футбол, а не лазить, как поросята по болотам. Не сегодня-завтра здесь заведутся лягушки. Это антисанитария. На улице жара, а у нас вонище, грязь и лужи. И конца края не видно этому. Погреба гаражей затоплены. Люди не могут даже спуститься за банками компотов и солений. Вода. Все прибывает. Кубометры питьевой артезианской воды попросту уходят в трубу. А сотрудникам водоканала и дела нет. Они, как вы уже догадались, ссылаются на отсутствие средств. Но если подсчитать, сколько за три недели воды утекло, и без калькулятора ясно, что потери уже наверняка превысили стоимость ремонта. Мы обращались с официальным письмом водоканала, официальное письмо на Юрия Николаевича Шохина. То есть во вторник было совещание. Я на совещании задал вопрос, что делают по-нашему. Отвечают так, что средств нет, то есть техники типа не заправлены. Это очень накладно для них. Им нужно делать прокол, а это деньги. А то, что вот здесь деньги текут, скажем так, в виде воды. Да, но это эти деньги раскидают на жильцов, и все. И как бы они потери не понесут. Какие потери понесут простые горожане, коммунальщиков, конечно, не волнует. Как и то, что восстанавливать пострадавший от сырости асфальт жильцам 23-го дома придется за свой счет. Посмотрите, двор какой, цветы, все. И вот на тебе лужи, море целое. И ничего, никто не принимает никаких действий. Заставить как-то надо, заставить их надо. Больше всего в этой ситуации возмущает бездействие коммунальных служб и городских чиновников. Даже спустя три недели они так и не начали ничего предпринимать, чтобы остановить утечку питьевой воды. Людмила Чекал, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова